Приветствую вас. Если описывать ситуацию, в которой вы оказались, то, условно говоря, ее можно описать как то, что вы по жизни своей просите любви на постоянной основе, да? Вы этой любви не получаете, вы чувствуете, как вас отталкивают, вот, и, соответственно, из-за этого вы страдаете. То есть вы хотите семью, вы хотите, чтобы отбывала семья, любви, любовь. Лейла, первое, что вам необходимо для себя принять как данность реальности, это то, что ваша потребность в семье и любви является исключительно вашей. И то, что вы чувствуете к мужчине своему, не имеет ничего общего с тем, что люди обычно называют любовью, тем, что люди обычно называют симпатией и так далее. Потому что у вас не любовь, у вас зависимость. Почему зависимость? Потому что вы не любите себя. Да. У вас, как вы говорите, сами заметена самооценка. Вот. И вы, по сути, вот, в свою жизнь, я так понял, стремитесь к людям. То есть, вот, ну, к людям, то к одним, то к другим. Так. Вот. А самостоятельно, самостоятельно, вот, сами, по себе, без кого-либо, вы на данный момент и по вашему мнению, скорее всего, ничего из себя не представляете. И вот, основная работа, которую нужно будет провести, заключается в том, чтобы вы сами по себе, вне зависимости от того, с кем вы находитесь в отношениях, что это значит? Чтобы вы, Лейла, имели свою цель, чтобы вы шли к своему какому-то идеалу, вы преследовали свои ценности. Но чтобы эти ценности не были связаны, например, с людьми. Чтобы эти ценности не были связаны, например, с семьей. Потому что семья, она ничего не даёт. Семья, она только забирает. Это нормально. Вы говорите о том, что ваш муж вас предал. Вы обидены на него. Как вам сказать? Ребят, те действия, которые совершил ваш муж, они являются, конечно, по отношению к вам нечестными. Они являются по отношению к вам недостойными. Ну, если у вашего мужа появилась другая женщина, которую он любит, например, то, ну нормально, правильно было бы вам об этом сказать. Сказать, что, мол, вот так и так, я люблю другую женщину, ну как бы, измени, и всё. Но он этого не сделал, и в этом он бы вступил по отношению к вам нечестным. Является ли это предательством? Нет, потому что вы в своём мужчине растворяетесь, а вы не соблюдаете никаких личных границ, а вы по факту не демонстрируете своему мужчине, что любите себя. А если вы не демонстрируете своему мужчине, что любите себя, то он не может любить вас, и он чувствует, как вы растворяетесь в нём. И он чувствует, что вы растворяясь в нём, превращаетесь в него, и он как будто бы живёт здесь сам собой. Это, безусловно, очень неприятная история. Именно поэтому человек начал искать кого-то на стороне. То есть вы почему-то ждёте от человека определённого поведения, которое нужно вам. Но отказываетесь брать на себя ответственность за то, что вам нужно получить от того или иного поведения человека. Вы говорите, что начали пить, когда он, ну, сообщил о том, что уходит от вас, да, к другой. Тоже с такой вот мыслью, что он не должен уходить. Тоже вот с такой мыслью, что он поступает неправильно по отношению к вам. Тоже с такой вот мыслью, что он вас предал. Но это не предательство. Точнее, здесь всё, конечно, неоднозначно. Я думаю, что в некоторой степени у вас созависимы отношения, в том смысле, что мужчина, он так же зависим от вас, как и вы зависимы от него. Просто он зависим от вас немножечко по-другому. Все очень похоже на то, что у вас такие садомазохистические отношения. Отношения садисты и мазохисты. Вы можете почитать в интернете что-то такое. Вот. Выпоминены. Вы, скорее всего, занимаете мазохистическую позицию, предпочитая, как вам причиняли боль. Но чтобы эта боль была, и чтобы так получать какое-то внимание от людей в силу того, что вы себя не любите. И, скорее всего, считаете, что вы достойны наказания, потому что вы потеряли маму, потеряли папу. В семье дяди вы не прижились, в приёмной семье вы не прижились тоже. Вероятно, вы считаете, что с вами что-то не так, что вы достойны наказания. Вот. Хотя, почему вы не нашли общий язык с семьей дяди и с приёмной, с семьёй тоже нужно выяснять. Потому как... Ну, потому как... Это не просто так. Вот. Кроме того, тот факт, что ваша мама злоупотребляла алкоголем, не мог не оставить на вас какого-либо отпечатка. Ну, в частности, такого, что вы тоже пьёте вместо того, сейчас, проблему. Вот. И в созависимых отношениях, если у вас с мужем, с вашими созависимыми отношениями, люди крепко и крепко друг к другу привязаны, но вместе с тем и отсутствуют какие-либо личные границы. И я не буду сейчас много говорить про вас ромазохистические отношения, потому что вы можете почитать про них с вами. Скажу просто, что здесь предательство... Ну, весна, 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 условно, присутствует. Потому что вы говорите, да, что, типа, вот у меня появились подозрения, что муж не изменяет. У меня появились подозрения. И я залезу к нему, к нему в телефон. И я показал ему переписку. Да? То есть, по сути, вместо того, например, чтобы постараться выяснить, постараться, ну, как-то, вы знаете, в большей степени, например, удовлетворить своего мужа, постараться прислучиться к его желаниям, например, да, постараться проанализировать ваши отношения, увидеть, например, где в ваших отношениях, там, может быть, перекос какой-нибудь какой-то. Вот. И от этого вы, по сути, вот, просто уехали. Да. Вот. Просто сбежали, и потом начали спить, начали спить. Вот. И подобная позиция, она говорит о том, что, вот, вот, все, что происходит, это про ваши потребности, это про ваши желания, это про ваши страхи, страх остаться одной, и так далее. И именно это делает вас зависимым, Лево. То есть, вот, с одной стороны, мысль о том, что без кого-либо рядом я никто, без кого-либо рядом я, не знаю, ничего из себя не представляю, допустим. Вот. И второе, это то, что мне нужна семья, чтобы что-то. Кстати, это еще вам предстоит ответить на вопрос, чтобы что, вам нужна семья, для чего. Вот. И, значит, соответственно, вот это вот сравнивание себя с другими людьми, да. То есть, вот, когда он задерживается, вы снова начинаете вспоминать о том, что он вас предал. То есть, вы его не просили, по факту. Вот. Такая вот история. Поэтому, здесь, Лево, вот, в первую очередь, нужно понять, что же вам дает семья. Так как какую свою проблему вы решаете через попредельную семью, ради решения, точнее, ради поддержания решения проблемы, вы терпите побои своего мужа. Это, обязательно, обесценивающие отношения к себе. Да. Вот. Это тоже нужно выделить отдельно. А выделить отдельно, дифференцировать от человека, что-то, отделить все это от человека, от вашего мужа. И, взять на себя личную ответственность за решение этих проблем. Правда? Эти проблемы только ваши. И, когда вы решите эти проблемы, когда вы скорректируете и отношения к себе, когда вы скорректируете и свои личные границы, когда вы начнете что-то делать чисто для себя, а не для кого-то, да. Вот. Если вы начнете смотреть дальше, чем просто создание семьи, там, поддержание семьи и прочего, то ваше поведение изменится. И вы станете более ценный для своего мужа. И, может быть, ваши отношения, наконец, гармонизируются. А, может быть, и вам просто станет на него плевать, и вы решите развестись уже сами. Сами. Понимаете? Какая штука. Следующий момент касается вот этого вот факта предательства. предательства. То есть, вы, вероятно, воспринимаете мужчину, поступок мужчины, как что-то на свой счет. То есть, вы считаете, что вот мужчина вам изменил, потому что вы какая-то плохая. Или потому что, ну, он решил вас бросить. Так же, как бросил второго отец, потом мать. Собственно, еще две семьи. Вот. Лево. А, вам необходимо понять, что человек, все, что он делает, делает для себя. Он не делает для другого. Он не делает для... Он не делает для того, чтобы, там, вас задеть. Или отомстить. Или бросить. Он делает это, потому что ему чего-то не хватает. И он делает это не потому, что вы какая-то не такая. То есть, определить в чем и чем конкретно задело вас его поведение, его поступок, да, его вот это решение, что вы начали пить. Очень важно. Ведь, если, например, вы не чувствуете себя, вот, не чувствуете себя нужной, не чувствуете себя ценной без него, то не означает ли это, что работать со специалистом, с психологом вам нужно именно вот в этом направлении. В направлении культивирования любви к себе, воспитания любви к себе и нужности самой себе. В направлении поиска своих собственных интересов, своих собственных ориентиров. Понимаете? Такой вот ответ я могу вам дать Лево. Я надеюсь, что это было вам полезно. Поскольку отца своего вы не помните, а мать помните, то я полагаю, что смерть матери была для вас правной. Я полагаю, что имеет смысл разобраться, почему в семье дяди и в приемной семье вы не приезжали, что у вас были конфликты, с чем были связаны эти конфликты. Они помогут раскрыть ваше текущее состояние в том числе. Вот. Ну, я думаю, что пока этого достаточно. Вы говорите, что ваша самооценка растоптана. Я хочу спросить, а может ли самооценка одного конкретного человека быть растоптана другим человеком? Если она, эта самооценка есть, как кто-то другой может ее растоптать? Не доняет ли это, что самооценка до инцидента была, уже была хрупкой? Хрупкой? Уже была неустойчива? Вот, в принципе, то, что вам можно сказать. Поймите, вы не построите нормальных отношений, и вы не захотите делать по-настоящему счастливым человека без самопомерзования, пока не сделаете счастливой себя. Пока вы в некоторой степени будете перекладывать ответственность за свою жизнь на Бога, на церковь, на мужчину, а не на себя саму. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация разрешится. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...